Всех приветствую на своем канале! В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать столбики без накида. Набираете первоначально цепочку из воздушных петелек, количество которое вам нужно. Я набрала 8 воздушных петелек. И, следовательно, буду из них вывязывать 8 столбиков без накида. Сделали цепочку. Делаем одну петелечку воздушную подъема. Теперь отсчитываем вторую петельку от крючка. Первая, вторая. И в нее вводим крючок. Захватываем рабочую ниточку. У вас на крючке 2 петельки. Снова захватываем рабочую ниточку и продеваем ниточку сквозь 2 петельки на крючке. Теперь мы связали с вами столбик без накида. Вводим крючок в следующую петельку. Захватываем рабочую ниточку. И сквозь эти 2 ниточки продеваем рабочую ниточку. Мы с вами провязали второй столбик без накида. В следующую петельку вводим крючок. Захватываем рабочую ниточку и сквозь 2 ниточки, сквозь 2 петельки продеваем рабочую нить. В следующую петельку вводите крючок, захватываете рабочую ниточку. На крючке 2 петли. Захватываем ниточку и сквозь них продеваем рабочую, так сказать, ниточку сквозь 2 петельки. Мы с вами провязали 4 столбика без накида. В следующую петельку вводите крючок, захватываете ниточку, сквозь 2 петельки продеваете рабочую ниточку. Это пятый столбик. В следующую петельку вводите крючок, захватываете рабочую ниточку, сделали петельку и сквозь 2 петельки продеваете рабочую ниточку. Мы с вами провязали 6 столбиков. Снова вдеваете следующую петельку, крючок захватываете ниточку, сквозь две петельки продеваете рабочую нить. 7 столбиков провязали. И последняя петелька. Вводите крючок, захватываете рабочую нить и сквозь две петельки продеваете рабочую нить. Последняя петелька, которую мы закрепляли, не считается, поэтому мы ее просто оставляем. Мы с вами провязали ряд столбиков без накида в воздушной петельке, и у нас получилось 8 столбиков без накида. Как их посчитать? Смотрите, у нас получается, как вы видите, цепочка, как бы из воздушных петелек первоначальная. И вот по ней мы будем с вами считать столбики. То есть первый столбик, вот она у нас косичка, один столбик, то есть как бы V-образный, второй столбик V-образный, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой петелька, которая на крючке, у нас не считается. Как вы видите, у нас столбик имеет при вывязывании две стеночки, передняя стеночка и задняя. Теперь, кто хочет вязать прямыми обратными рядами, просто ровное полотнище, мы с вами провяжем еще один ряд. Обязательно делайте одну воздушную петельку подъема в конце каждого ряда и разворачивайте вязание. Теперь снова во вторую петельку от крючка, то есть первый столбик, вот она у нас, вводим крючок, захватываем ниточку. У вас на крючке две петельки и снова сквозь них мы провязываем рабочую ниточку. В следующую петельку вводите крючок, захватываете рабочую ниточку, через две петельки продеваем рабочую ниточку. Вводим в следующую петельку крючок, на крючке две петельки, сквозь них рабочую ниточку. В следующую петельку вводим крючок и сквозь 2 петельки продеваем рабочую ниточку. В следующую петельку вводим крючок. У нас на крючке 2 петельки. Захватываем рабочую нить и сквозь нить продеваем ее. Мы провязали 5 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый и пятый. Я вам советую считать, первый, второй и хотя бы третий ряд, считать количество столбиков при вязании. Для того, чтобы вы не запутались от этих начальных 2-3 рядочков, зависит насколько ровное ваше будет полотнище. Поэтому, если вы первоначально провязали 8 столбиков без накида, во втором ряду у вас обязательно должно получиться тоже 8 столбиков без накида. В третьем точно так же. А потом вы не будете считать. То есть вы увидите, где у вас начинается ряд и где заканчивается. Снова в следующую петельку вводим крючок, захватываем ниточку. Сквозь 2 петельки продеваем рабочую ниточку. В следующую вводим крючок и сквозь 2 петельки продеваем рабочую ниточку. Мы с вами провязали 7 столбиков. Восьмой столбик мы провязываем в последнюю петельку. Вот она у нас спряталась в уголочке. Вот здесь вот за обе стеночки. То есть находим косичку за обе стеночки. Захватываем ниточку рабочую. Через 2 петельки снова продеваем ниточку рабочую. Мы с вами провязали второй ряд из 8 столбиков без накида. Снова делаете воздушную петельку и разворачиваете ваше вязание. Во вторую петельку от крючка, то есть первый столбик, вводим крючок, захватываем рабочую ниточку. Через 2 петельки продеваем рабочую ниточку. Мы провязали первый столбик третьего ряда. Следующую петельку вводим крючок, захватываем ниточку, через 2 петельки продеваем рабочую ниточку. Мы провязали 2 столбика без накида. Третью петельку вводим крючок, захватываем, через 2 петельки продеваем рабочую нить. Мы провязали с вами 3 столбика без накида. Итак, продолжайте считать. 4, 5, 6, 7, 8. Вот она у вас, восьмая последняя петелька тоже в уголочке. Поэтому вы просто довязываете столбиками. Вводите крючок в петельку последующую, захватываете рабочую ниточку. И сквозь 2 петельки продеваете рабочую ниточку. И так вяжете до нужной вам длины. Нужное количество столбиков без накида. Соответственно, учитывайте количество нужных столбиков без накида в начальной цепочке из воздушных петель. Я надеюсь, что вам все осталось понятно. Обязательно не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok